Свою КВНскую карьеру Константин Милентьев начал несколько лет назад. Его первая команда состояла всего из трех человек. На одной из игр Саровской лиги клуба веселых и находчивых команду Константина заметили сотрудники ядерного центра и предложили ребятам попробовать свои силы в новой сборной. В команде в разработке играем два года. За это время мы успели поиграть в Нижегородской городской лиге. Там дошли до финала. Потом съездили мы на фестиваль в Сочи. С фестиваля в Сочи нас пригласили в центральную лигу по Волжье, где мы сейчас играем. До днях произошла игра в Уфе, фестиваль. Мы прошли в 1-8. Для того, чтобы пройти в 1-8 финала, КВНщикам предстояло выполнить несколько условий, написать за день более 100 шуток и показать все свои наработки редакторам. После этого принималось решение пропускать команду на следующий этап фестиваля или нет. На редакторе, который проходит, мы приезжали в Уфу на 4 дня. Была у нас утренняя и вечерняя редактура. То есть каждый раз приносили практически новый сценарий с новыми шутками. Вырезалось 70-75% материала, которого мы писали вообще. Всего в первом этапе фестиваля приняло участие 30 команд. В 1-8 финала прошли 22. Эти команды разделят на 4 группы. В каждой из них выявится победитель, который пройдет в четвертьфинал. Большая конкуренция команду КВН в разработке не пугает. Ребята настроены решительно. Они готовят новые шутки и подбирают музыкальный материал. Весь материал, шутки, отбивки, музыка и реквизиты и прочее, это все придумывается, старается заранее. Естественно, не всегда так получается. Отбивки – это всегда заранее все нарезается, чтобы музыка звучала очень четко, потому что музыка – это половина, даже больше успехов в КВН. И выбор отбивки зависит не только от темпа или качает, еще иногда зависит от того, какой стиль у команды, какой концепт она показывает. Следующий этап Центральной лиги КВН по Волжье пройдет в апреле в Чебоксарах.